ПИТЕР МАКЛЕН КОСТЯНОЙ КАПЕЛЛАН ДИАНЯ НАВЕЧНО КОЛЬ ПРИСТУПИТЬ ЗАКОН, ТО РАДИ ЦАРСТВА ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Война кончилась, и мы вернулись домой. 65 тысяч закаленных в боях опытных убийц вернулись домой, где их ждали голод, чума и безработица. Интересно, Ее Величество вообще задумывалось, к чему такое может привести? — Пейте до дна, ребята, — воскликнул я, — сегодня за счет заведения. — Так-то вот, — с этими словами Анна Коровавая вышвырнула за порог трактирщика и заперла за ним дверь. — Серебро ему подавай. Это за харчи да кислое пиво, за которое ты медиков было жалко. Думается, мне не так надо встречать героев, вернувшихся с войны, и, как видно, Анна в этом была одного со мною мнения. — Хорошего она ему отвесила пенделя, чтобы не мешался. — Готово дело, — произнесла она. Анна Коровавая служила у меня сержантом. Волосы у нее были короче моих, а от внешнего края левого глаза до кончика нижней челюсти тянулся длинный неровный шрам на вечно исказивший уголок ее рта, подобием кривой ухмылки. Никто, если жизнь ему дорога, не пожелал бы перейти Коровавой Анне дорогу. — Пить будешь? — протянул я ей кружку. — Ну, а ты как думал? Голос у нее был сиплый, загрубевший от порохового дыма и многолетней привычки к командным окрикам. Никаким пивом нельзя было смягчить этот голос, но она все равно пила при первой возможности. Мы уселись за стол, она приняла у меня кружку и одним глотком осушила ее наполовину. Двое парней волокли трактирщикову дочку вверх по занозистой деревянной лестнице, другие вышибали пробку из очередного бочонка. Дюк с лестницы взглянул на меня, осклабившись, уже запуская пятерню девчонки под юбку. Я отрицательно покачал головой. Не переношу изнасилований и никому такого не позволю у себя в отряде. Капеллан я или не капеллан, в конце концов? Гляжу через плечо Анны. Вижу, Дюку до меня дела нет, как волок, так и волочит девчонку наверх, на площадку из глаз долой. Такие уж тогда были времена. Но ведь должны же быть границы. Скочил я на ноги, опрокинул стол так, что наши кружки с теплым пивом полетели на усыпанный опилками пол трактира. Анна жалобно охнула. — Дюк! — крикнул я. То снова высунулся в грубо отштукатуренный лестничный пролет. — Что? — Уйсти девчонку, — говорю. — Сочная девка-то, начальник! Дюк ухмыльнулся, обнажив свои коричневые, цвета несвежего дерьма, зубы. Анна развернулась и увидела, что происходит. — Отставить, капрал! — рявкнула она, но тот и брови не повел. — Вот уж что вывело меня из себя, неужто он думает, что может так плевать на Анну? Она сержант, он всего лишь капрал, хотя это не так уж много и значит. Дюк на голову у меня выше, фунтов на тридцать тяжелее, только мне все равно. Я знал, что это совершенно не важно, а главное ведь и Дюк это тоже знал. Во мне сидит дьявол, и всем в отряде это известно. — А ну брось! — скомандовал я, и голос мой прозвучал бесстрастно, предупреждая, что сейчас будет вершиться карающая справедливость. — Шутишь! — сказал Дюк, но теперь же не столь уверенно. — Подойди-ка сюда, Дюк, и это и брак. В закрытые ставни громко стучал весенний дождь, а иначе бы в трактире повисла напряженная тишина. В камине дымя потрескивало пламя. Оба неудавшихся насильника спустились обратно, бросив плачущую девчонку валяться на верхней ступенях лестницы. Выглядела она лет на шестнадцать или семнадцать, не больше, едва ли не вдвое меня младше. Я ощутил на себе взгляды Анны и всех остальных бойцов. Ради такого зрелища они отставили в сторону кружки и бутылки. Даже лука жирный оторвался от своего пива, а его-то непросто было заставить не пить. В отряде сообразили. Случился какой-то косяк, а когда кто-то косячит, на лице у меня всегда считается карающая справедливость. Анна теперь взирала на меня с опаской. Сэр Элленд, лжерыцарь, стоял и поглядывал на всех со всегдашней своей усмешкой, но сейчас и он наблюдал за мной. Билли Байстрюк был уже наполовину пьян, но ему-то всего двенадцать, и, видимо, стоит простить парнишке, что пить он не умеет. Грик, Котелок и Черный Билли просто смотрели, что же будет дальше. Я встретился с Дюком взглядом и указал на испачканный дощатый пол перед собой. Сюда подойди. Немедленно. В камине треснуло полено, отчего Сэм простак подскочил. Дюк злобно на меня зыркал, но подчинился. Брак проследовал ему в кильватор, словно небольшая лодочка за военным галеоном. — Вдуть кому-нибудь хочется, а, Дюк? — спросил я. Дюк был крупнее меня, здоровенный, страхолюдный. Дюк-пиздюк, как его прозвали в отряде, но исключительно за глаза. Его кольчуга плотно обтягивала могучую бочкообразную грудь под жилеткой из вываренной кожи. На свирепеющем лице проступили синюшно-багровые шрамы. Припомнилось мне, как он заработал эти шрамы в Абингоне, прорубаясь через пролом в западной стене, когда пала цитадель. Дюк провел свой взвод по горному хребту из трупов, не заметив, что их поджидают лучники. Тут и продырявил ему щеку стрелой, чтобы не лез, куда не просят. Он же, Дюк, продолжал биться, разбрызгивая кровь и раскидывая во все стороны зубы, все лупил свои палецы, кого по башке, кого по плечам, кого по яйцам. Круша и громя прорубался вперед. Грубая сила и тяжелая палеца так и расчищал себе Дюк-пиздюк весь жизненный путь. Дюк был героем войны. Только ведь я тоже? — Ясное дело, хочется вдуть, — ответил Дюк. — А кому не хочется-то? — Хочется вдуть, — говоришь, а, Дюк? — повторил я, но на этот раз уже тихо и ласково. Все в отряде знали меня уже достаточно, чтобы понимать, что предвещает этот тон. А предвещал этот тон, что дьявол во мне пробудился, и вот сейчас будет вершиться карающая справедливость. Скоро и неотвратимо. Дюк пьян, но не в стельку, а настолько, чтобы хотелось насиловать и драться, и я знал, что выполнять приказ он отнюдь не собирается. Не сейчас. — Да, ядрить-колотить хочется, — ответил он. — Я Дюка не любил. Никогда не любил, по правде сказать, но солдатам Дюк был отменным. В Аббингане мне нужны были хорошие солдаты. А теперь мне нужны хорошие люди, и лишь одной госпоже известно, что первое совсем не всегда подразумевает второе. — Подойди сюда, — повторил я. — Хочется вдуть, так подойди, да мне вот и вдуй. Я удержал взгляд Дюка. При других обстоятельствах я бы не стал поворачиваться к нему задом. Случись на моем месте кто-нибудь другой, какой-нибудь сельский паренек, то сомневаюсь, что Дюк стал бы привередничать. Любая дырка, она дырка и есть, и если он мог присунуть туда свой стручок, то иного ему и не требовалось. — Томас, — начала она, только было уже поздно, и, кажется, она это поняла. Пояс мой оттягивали плакальщицы. Это была пара искусно выделанных коротких мечей, которые я снял с мертвого полковника после Аббинганской битвы. Я нарек их пощадой и укоризной. И в отряде у меня не понаслышке знали, что вытворяют эти плакальщицы у меня в руках. — Не делай это, служанок насиловать нехорошо, — произнес черный Билли. Потом пихнул локтем соседа. — Скажи, Грик. Грик хмыкнул, но промолчал. Он, Грик, был не особенно разговорчив. — Ради госпожи нашей, — промямлил брак, переминаясь с ноги на ногу по пропитанным пивом опилкам, покуда Дюк неотрывно глядел на меня. — Мы ведь просто повеселиться немного хотели, только всего. — Так чего же у нее вид такой невеселый? — спросил я. Дюк увидел, как я указал на девушку, увидел, что взгляд мой от него оторвался, и улучил момент. Я этого ждал, даром что надеялся. У Дюка достанет ума, такого не делать. Он, Дюк, был быстр, а еще свиреп, но никак нельзя было сказать, что умен. Он ринулся ко мне, вынимая из-за пояса длинный нож. Я присел, развернулся, одним движением выхватил из нож у коризну и наотмашь полоснул клинком ему по горлу. Брызнула красная пена, изо рта у Дюка с бульканем посыпались проклятия. Я почувствовал, что на меня смотрит Билли Бастрюк. — Красиво, черт возьми! — проговорил он еще по-детски тонким голосом и осушил кружку до дна. — Ебать! — охнул Брак. — Вам же этого и надо было, Брак, — говорю я. — Так предложение еще в силе. Вот тебе мой зад, пользуйся, если сможешь. Он взглянул на меня, затем на Дюка, истекающего кровью на полу, затем прикинул на глаз длину необсохшего еще клинка у меня в руке. Отрицательно мотнул головой. Что ж, этого я и ждал. Брак был подручным Дюка, но было ему всего-то двадцать лет, и был он храбр, но только под защитой начальника. — Не-е-е! — наконец протянул он. — Что-то уже неохота. — А мне так не казалось, — ответил я. — Неясно, какое место теперь займет Брак у меня в отряде. По правде говоря, мне плевать. Это его личное дело. Мое дело быть главным. А уж как они там распределят между собой, кто кому подчиняется, сами пускай решают. Все табели о рангах и вертикали подчинения после Аббинга наканули к чертям, но я все-таки был капелланом. Это по умолчанию сделало меня главным после того, как командир по дороге домой скончался от ран. Для меня, как и для него, руководить было делом привычным, в отличие от всех остальных. Сэм Простак довольно долго стоял, глядя на Дюка, затем отвесил ему хорошую пинка, словно желая удостовериться, что тот умер. Дюка в самом деле умер. — Что скажет об этом полковник, господин Блак? — спросил Сэм. — Нет больше никаких полковников, братишка Сэм, — отвечаю я. — Нас расформировали, припоминаешь? — Раз чего? — Это значит, что жалования нам больше не платят, — проворчала Анна. Она была права. Наш полк — правильный строй из трех тысяч оплачиваемых убийц — теперь превратился в беспорядочную толпу из трех тысяч неоплачиваемых убийц. Все вышло именно так, как и ожидалось. — Твою ж налево! — буркнул Сэм и снова пнул Дюка, желая показать нам, что он по этому поводу думает. Однако, госпоже, известно, что стало с нашим полковником, а мы и все остальные так и держались вместе нестройным скопищем разрозненных отрядов. Главным образом по привычке. В городке и вокруг него встало лагерем около трех тысяч человек, однако никто ими уже не командовал. — Нет, за убийство Дюка никто меня не отправит под военный трибунал. Уж точно не в ближайшее время. На миг глянул я вниз и воздал хвалу нашей госпоже вековечных горестей за свою победу. — Нет, она не направила мою руку, уж это-то я знал наверняка. Госпожа наша не помогает, никому и никогда. Она не отвечает на молитвы, не одаривает милостями, вообще ничего не дает человеку, как бы истово он не молился. — Величайшее благо с ее стороны, на которое можно уповать, то, что она не лишит тебя жизни сегодня. Завтра, да, может быть, но не сегодня. Лучше и быть не может, а остальное уже зависит от тебя самого. Она солдатская богиня и ошибок не допускает. — Так держать, — прошептал мне на ухор сэр Элленд, лжерыцарь. Поставил их на место, по крайней мере, до поры до времени. — И ушлый же ты хмырь, сэр Элленд! Я и знать не знал, что он здесь, пока не ощутил его горячее дыхание себе в затылок. Обернулся, предусмотрительно состроил ласковую мину. Сэр Элленд был в свое время правой рукой командира, этот человек, называющий себя рыцарем. Насколько я знал, никаким рыцарем там и не пахло. Был он просто грабителем, что выкрал себе боевого коня и худо-бедно сидящую на нем броню, чтобы хоть как-то прикрыть свою ложь. Не больше в нем было благородство, чем у меня в содержимом ночного горшка. Так или иначе, но он опасен, и глаз с него спускать не следует. — Сэр Элленд! — я принужденно улыбнулся самозванцу. — Весьма польщен вашей похвалой. И, не дав ему ничего ответить, отвернулся. Я чуял у себя на спине его взгляд, который просверлил мне и черную сутану с клубуком, и кольчугу, и жилетку из вываренной кожи, и льняную рубаху, вплоть до самого сердца. — Да уж, сэр Элленд при первой возможности вонзит мне в спину острый нож. Уж это я знал наверняка. Моя же задача — не давать ему такой возможности. Такие вот ребята у меня под началом, что поделаешь. По крайней мере, Анна его ненавидит не меньше моего, и то ладно. Я знал, что она меня прикроет. Она меня всегда прикрывала. Я перешел в другой конец трактира, к столу, за которым сидел Билли Байстрюк. Тело дюка по-прежнему валялось на дощатом полу. Под ним растеклась лужа крови, но убирать его никто не торопился. Я уселся за исцарапанный стол напротив Билли, подозвал его кивком. Парнишка поднял глаза, огонь осветил мягкие черты его лица, которого еще не касалась бритва. Юные влажные губы медленно изогнулись в улыбке. «Говори, во имя госпожи нашей», — сказал он. «Я убил дюка», — исповедался я ему, не повышая голоса. «Настал его час переплыть реку», — проговорил Билли. «Ведомо госпоже дюку суждено было быть убитым, и она тебя прощает. Во имя госпожи нашей». На этом исповедь и завершилась. Никто не станет скорбеть по дюку, уж это я знал наверняка. Билли было всего двенадцать, но он носил уже кольчугу и обращался с мечом, как мужчина. «Может, я и священнослужитель, но сейчас, как ни странно, моим исповедником был Билли». И я преклонил голову перед отроком. «Во имя госпожи нашей», — повторил я. И простер Билли бастрюк длань свою, и откинул клобук у меня с лица, дабы приложить ее мне колбу для благословения. Смешно, конечно, выглядела моя исповедь этому мальчику-мужчине. Не он, а я здесь капела, но Билли — случай особый. «Он отмечен госпожой, про это все знают». Как сейчас помню, прибился к нам Билли беспризорным беженцем из мессийской мясорубки. Полк наш тогда как раз набирал рекрутов, возмещая потери, а поэтому даже такого, как он мальца, взяли без разговоров. И сразу же положил на него глаз сэр Элленд. Он, сэр Элленд, любил молоденьких мальчиков. Как-то ночью попытался он пробраться к Билли в койку, чтобы его приходовать. По сей день не знаю точно, что случилось в ту ночь, но о сэр Элленд, ясное дело, в разговорах об этом не распространялся. Все, что я помню — костер на обочине дороги. Я в тот час был на дежурстве, а остальной отряд лежал в повалку, завернувшись в одеяло и прижавшись, насколько можно было, к огню. Припоминаю, что вдруг разорвал ночную темень чей-то пронзительный крип. Кричал не Билли, кричал сэр Элленд. Уж не знаю, что именно хотел он с Билли учинить, да и потом, это же его личное дело, вот только тот не оценил его внимание. Билли что-то сделал, на том все и кончилось. Сработали законы, не писанные иерархией, и никто с тех пор о том случае не заговаривал. Отряд оправился от потрясений и двинулся дальше, а Билли с той поры стал одним из нас, отмеченным богиней. — Благодарствуй, Билли, — произнес я. Тот безразлично пожал плечами. Вот так, без особых затеек, совершилось искупление греха. Бестрастные кари и глаза отрока ничего не выражали, и о чем он думал, одной госпоже известно. Я встал и окинул взглядом остальной отряд. Люди пили, веселились, сквернословили, метали кости, набивали брюхо всем, что только котелок обнаружил на кухне. Девчонка потихо мусленяла, и, думаю, это с ее стороны было мудро. В углу шумно блевал Сэм Простак. Все шло своим чередом. До тех пор, пока дверь пинком не вышли бы шестеро вооруженных амбалов. — Ебать! — воскликнул брак. Надо дать ему должное, это словечко было у него любимым. Я сидел неподвижно, уставившись на незваных гостей. Однополчане же мои обнажили оружие. Я знал, кто их сюда привел, но вот уж не думал, что доведется еще раз с ним увидеться. Руки я держал перед собой на столе, вдали от рукояти и плакальщиц. Шестеро протолкнулись внутрь, за ними влетели дождевые капли. Их предводитель сорвал с лица намокший капюшон своего плаща и свирепо мне ухмыльнулся. — Ядрена монахиня, Томас Блак! — я поднялся. — Брат! — ответил ему я. Глава вторая Мой братец Йохан огляделся и разразился хохотом. Был он на четыре года меня младше, но выше и тоньше, нечесанный с трехдневной щетиной на остро выступающем подбородке. — Гребаный капеллан! — воскликнул он, рассматривая мою сутану. — Как? Ты гребаный капеллан? Если могу хоть сколько-нибудь судить, половина твоего отряда валяется ужратая в говнину, а одного из них ты только что своими руками прирезал. Хвала милосердной госпоже нашей, особых полномочий, чтобы судить у Йохана не было. И все-таки надо признать, сейчас он имел на это полное право. Я натужно улыбнулся. В такие уж времена мы живем. — Верно, черт возьми! — согласился Йохан и обернулся к своим. — Ребят, это Томас, братишка мой старший. Не видал я его с начала войны, а сейчас он, глянь-ка, гребаный жрец. Только это ерунда, мужик-то он свой. А парни его в угощении нам не откажут, а? И последний вопрос был ко мне. Я пожал плечами. — Милости просим. Не то, чтобы мы за все это заплатили. Если меня в отряде уловили напряжение между мной и братом, то виду не подали, что было с их стороны весьма разумно. Ребята Йохана тут же набросились на выпивку и закуску. Сам же он подсел за стол к нам с Анной. Из его отряда не знал я никого. Мы с Йоханом угодили в два разных полка. Если теперь был он здесь, могу лишь предположить, где бы ни застал их конец войны, он провел свою горстку людей оттуда, через всю страну, чтобы соединиться с нами. — Эй, — крикнул он, — баба, принеси к нам пиво. Анна гневно вскинулась, но Йохан вовсе не к ней обращался. Один из его людей принес нам две кружки и снова подсел к своим. На вид он был таким же здоровенным жлобом, как и все остальные. И, как по мне, не было в этом хлопца ничего мало-мальски женственного. Я вопросительно поднял бровь. — Баба? — Да, этот у нас Билл Баба, — хохотнул Йохан. — Это мы так его прозвали, потому что Билл как кого-нибудь прирежет, так и давай реветь. Вот только заметь, он уже стольких чертям пришил, что это даже не смешно, но ведь знаешь же, как клич клипнет к человеку. Уж мне ли было не знать. — Он, верно, много плакал под Аббингоном, — вставила Анна. — На уж, — ответил Йохан и затих. — Нас, двоих братьев, объединяла война. Вот, пожалуй, и все. Война да воспоминания с войной. О домашней жизни до нее, о нашем детстве мы давно и благополучно позабыли. В нас с Йоханом не было ничего общего. Ничего и никогда. До войны работали мы вместе, но друзьями нас назвать никак было нельзя. Тетушка моя вечно твердила, что я всегда слишком сдерживаю чувства, но, как по мне, это у Йохана вечно было все немного через край. Верно из нас двоих слагался один полноценный человек. Но чего не знаю, того не знаю. Это уже, полагаю, философские материи. А тогда не время было разводить философию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok